Фотосессия, поздравления, интервью. В атмосфере всеобщего внимания герои дня чувствуют себя немного не в своей тарелке. Для них привычнее делать, чем говорить. Среди победителей и призеров конкурса профмастерства заводчане с разным трудовым стажем и опытом, но одинаково увлеченные своей работой. Традиционные для производственного объединения старт состязания в профессионализме проходили в пяти компетенциях. Наравне с сотрудниками градообразующего предприятия в конкурсе приняли участие студенты Пензенского государственного технологического университета и его филиала Зареченского технологического института. Для будущих специалистов возможность посоревноваться с опытными заводчанами – это настоящая школа профессионализма. Это очень важно, потому что очень большой опыт, особенно с профессионалами. Когда ты студент, например, третьего курса, вот мы были, и там всякий пятый разряд, шестой, это очень жесткая конкуренция. Это было очень полезно и да, это вдохновило, особенно когда у меня был мастер, он мне прям все рассказывал, все показывал, он мне дал очень много информации новой, так что мне пригодится в жизни. Конкурс проводился по методике WorldSkillsRussia. Для участников это создавало дополнительные сложности. Например, фрезеровщикам на станках с числовым программным управлением пришлось осваивать новые навыки. Эта методика интересна тем, что написание программы полностью ложится на участника. Как бы раньше конкурсы проходили так, что была команда из программиста и наладчика, а теперь только один участник, и он все делает сам. Алексей Воробьев справился с поставленной задачей лучше всех. Он и стал победителем в своей компетенции. Секрета никакого нет. Просто нужно показать все, на что ты способен, применить все свои навыки и включить весь полученный опыт за год работы. Еще одна сложность конкурса по методике WorldSkills – ограниченное время на выполнение задания. Изначально он был 4 часа, потом урезали на 3 часа, и момент уже самого конкурса порезали на 2 часа. Как раз, что тут преодолелись стресс, и сделался точную деталь полностью. В принципе, задание разрабатывается так, что его сделать полностью очень тяжело за это время по методике AtomSkills. Поэтому, чем если участник работает быстро и качественно, то, соответственно, он набирает большое количество баллов и выигрывает. А в компетенции «Программные решения для бизнеса» участникам пришлось продемонстрировать еще и коммуникативные навыки. Соревнования прошли в командном формате. При разработке программного продукта мало его просто запрограммировать. Необходимо еще и разработать, провести системный анализ. Поэтому обязательно должны быть у людей компетенции не только программной, но и системного анализа. Как правило, это два разных человека, то есть это два разных направления в IT-сфере, поэтому соревнования командные. Стрессовая ситуация позволила нам как-то эффективнее распределить обязанности, поработать в команде. Ну, несомненно, большая польза таких вот конкурсов, в том числе для нас самих. В этом задании у нас была новая технология. Нам надо было очень быстро ее изучить, внедрить, применить к нашей программе. Вот. И, собственно, это самый главный плюс дает совершенствование своих навыков. В том, что такие состязания помогают совершенствоваться, с лидерами в области информационных технологий солидарен и победитель в компетенции работы на фрезерных универсальных станках Алексей Кашкин. В конкурсах по методике WorldSkills он не новичок и останавливаться на достигнутом не собирается. Интересно, это как спортивное состязание, и к тому же хочется усовершенствоваться и, наконец-то, может быть, если получится, нять призовые первое место на отраслевом конкурсе. В борьбе за участие в отраслевых состязаниях AtomSkills победители и призеры заводского конкурса представят производственное объединение Start на дивизиональном этапе соревнований.